Для начала обратимся к составу освежающего летнего лакомства. Дело в том, что арбуз содержит около 90% воды, что делает его идеальным для утоления жажды в жаркие дни. Кроме того, он богат витамином А, необходимым для поддержания зрения, роста костей и оказывающим регенерирующие действия, и витаминами группы В, играющими важную роль в клеточном обмене веществ, поддержании сердечно-сосудистой и нервной систем и укреплении иммунитета. Поэтому качественный арбуз – безусловно полезный продукт. Арбуз содержит, как я уже сказала, в первую очередь воду, в которой растворены разные вещества. В первую очередь это сахара, витамины. Если говорить про витамины, то это витамин С обязательно. В нем содержится фолиевая кислота. Вы тоже знаете, что это витамин группы В, который очень полезен. И что еще необычно – содержание железа. Арбузы содержат тоже легко освояемую соль и железо, который, как известно, в купе с фолиевой кислотой, как раз такой тандем хороший образует и очень полезный, собственно, для организма. На вкус и цвет товарищей нет. Но покупая арбуз, многие, конечно же, ждут приятный и сладкий вкус. Однако часто встречаются почти безвкусные и чуть кисловатые ягоды. На самом деле сладость зависит от двух факторов – зрелости и сорта. Арбузы ранних сортов вызревают раньше других и получают меньшее количество солнечного света. Из-за этого они менее сладкие на вкус и не такие крупные. Часто производители собирают их недозревшими, чтобы увеличить срок хранения. Во-первых, арбуз – это теплолюбивое такое растение и должно выращиваться на солнышке. Естественно, чем больше было солнца, получено солнце именно не в тепличных условиях, а на таком естественном солнышке, то арбуз считается более сладкий. Чаще всего снаружи арбуз зеленый, а внутри красный. Но бывают сорта с желтоватой серединкой. Они обычно выше в цене. Многие из покупателей даже боятся такого специфичного цвета. Считаю, что они чем-то напичканы. Но мало кто знает, что желтый арбуз древнее красного. Когда-то давно все арбузы были с желтой или бледно-желтой мякотью. В результате селекции был выведен вариант красного арбуза. Если мы говорим про корку, то мы тоже знаем, что она бывает у арбуза разная. Она бывает такая равномерно зеленая, бывает с полосками светлыми, темными. И это просто зависит от того, каким образом распределяется пигмент. А пигмент, отличающийся зеленой краской, это хлорофилл. То есть на самом деле на вкус он абсолютно не влияет. А если говорить про уже мякоть арбуза, то она от нас скрыта. Мы никогда не узнаем, какого цвета, какой насыщенности имеет именно арбуз в плане розовой окраски. Здесь мы можем увидеть только его вскрыв. И вот за такой розовый, красный цвет, я бы даже сказала, отвечает тоже пигмент. Он называется ликопил. Представляет собой из-за химической точки зрения, то это такой непредельный углеводород. То есть непредельный, то содержится много-много кратных связей. В погоне за ранним урожаем некоторые сельхозработники используют удобрения. Поэтому у покупателей, конечно, возникает еще один важный вопрос. Содержит ли арбуз нитраты и насколько они опасны для человека? Если почву удобряют нитратами, соблюдая агротехнологии и нормы, арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов. Ягода вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим. Но, скорее всего, они будут только в корке. Сами по себе нитраты не опасны. Но употребление их в повышенных количествах запускает процесс превращения нитратов в нитриты, которые являются токсичными соединениями. Конечно, вот так с виду вы никогда не определите, есть нитраты в арбузе или нет. Но опять-таки… И даже вот если раньше говорили, что ранний арбуз нельзя покупать, потому что их накачивают, да, то есть с этими удобрениями, этими нитратами, но сейчас же круглогодично они выращиваются. В целом, это с любой стороны привез. И, собственно, я думаю, что сильно меняться на самом деле не будет это количество. Но, естественно, это контролируется. Есть определенные нормы содержания нитратов. Но нужно сказать, что нитраты, они в целом в умеренных количествах безопасны. Единственное, что в организме они у нас превращаются в нитриты, которые попадают в кровь и связываются с гемолобинами. Соответственно, нарушается вот это кислородное насыщение клеток, что приводит вот к расстройствам. Нитратная шерчная расстройство, так скажем, да, это как наподобие кишечной инфекции, то есть те же самые будут симптомы, как и, например, вот такой инфекции. Как же всё-таки выглядит спелый арбуз? Качественный плод внешне должен выглядеть целым и чистым. Если арбуз относится к полосатому сорту, то по мере созревания его полосы становятся всё более яркими и чёткими, что может служить признаком спелости. Также на корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, рубцов и трещин, если это не следствие плохой транспортировки. Некоторые используют и такой способ, как стук по ягоде. Принято считать, что звук должен быть не глухим и не звонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Считается, что зрелый арбуз, он такой всё-таки достаточно плодный, но в то же время пористый, но не перезревший. Когда совсем перезревший, там уже большие пустоты образуются. И тоже не очень хорошо. Как бы такой старенький даже, я бы сказала, арбуз перезревший. И уже вкус у него сладко не такой. Но действительно, по вот такому глухому звуку можно говорить о зрелости арбуза. Но это всё-таки не будет говорить о том, насколько он будет сладкий. Эта сочная и освежающая ягода не только приятно утолять жажду, но и обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Главное выбрать качественный продукт и не перебарщивать с суточной нормой. Для детей от 80 до 150 грамм мякоти, а для взрослых 500 грамм. Сладкая и освежающая эта ягода действительно поможет охладиться в жару. Кристина Отёкина, Данил Васильев, Универ Новости.